здравствуйте мои зрители с вами опять нато на своем канале я вела новую рублику рассматривание жизненных ситуаций какие жизни у людей происходит и как они потом возвращаются к детям внукам и как они отражаются на самих людей которые совершили этот поступок это как бы ситуация для того чтобы показать людям что все возвращается и как ситуация может проиграться на них и на их родственниках вот ситуация не в принципе я как говорила в ведах они все прописаны а вот и ничего нового как говорится у всех одно и то же а у всех одно и то же ничего нового нет значит я вам расскажу ситуацию которая мне рассказал скажем моя подруга произошло у нее у нее родственников ну очень близких родственников о которых она знала как бы знал эту тетю знала это двоюродная сестра получается вот от этой тети дети это двоюродная сестра и получается и от этих детей уже как будто внуки той первой женщины скажем произошла такая ситуация вот это самое главное скажем так бабушка она работала тоже при советском союзе держала рынок продуктовый рынок была завхоза продуктового рынка но вы знаете все что это крутая должность вот и она держала вот этот рынок но соответственно пропускали там разные товары там это все такое вся ходила в этих перстенях разных вот золотых вся такая разодетая я ходила все то есть деньги текли рекой везде на блат связи ну вы сами понимаете что такое при советском союзе вот это такие должности товароведов молодежь конечно не понимает сейчас а для молодежи там нужно уже другие там собой современные права это самое рассказывать но это у меня моя публика это где-то после 40 лет в основном вот они еще как бы захватили еще часть советского союза еще помнит помнит вот эту часть так что ну по крайней мере видят фильмы по фильму можно судить уже значит и что это было значит они жили очень хорошо у них у этой женщины было два сына и одна дочь огромный дом очень красивый дом там вообще полный чаша жили в достатке вырастают эти дети значит получается один сын погиб лет 16 17 разбился на мотоцикле разбился они как-то не не сильная разница в возрасте значит а потом другой сын женится на девушке эта девушка не может родить детей получается ее сын сына вот этот как бесплодный что ли получается именно ее сын виноват то что девушка не может родить ребенка ее сын именно бесплодный но через какой-то период времени он тоже погибает в аварии где-то там на машине короче погибает остается вот эта дочка дочка остается остается дочка у этой дочки судьба не складывается на раз вышла замуж неудачно второй раз вышла замуж неудачно но от этого брака остался ребенок она родила мальчика и этому мальчику сейчас наверное скорее всего наверное нет живых потому что вот как бы до конца вот то что остался мальчик или нет я не могу сказать потому что просто с этой девушкой давно не общалась но скорее всего там без вариантов наверное мальчик скорее всего умер получается этот мальчик заболевает раком мозга тоже рак мозга у него а у этих родителей бабушка с дедушкой получается они при советском союзе заправляли этим рынком потом когда советский союз распался они также начали заправлять стали владеть этим рынком вот то есть крутыми владельцами рынка оказались ну тоже как бы поджали под себя подделали документы вот и тоже начали владеть вот этим рынком то есть там денег ну просто немерено они сыновьям там особняки понакупили а в итоге сыновьям это не понадобилось и когда заболевает вот этот единственный внук единственный внук ему было лет шесть или семь а сейчас ему должно быть лет наверное двенадцать ну я говорю навряд ли выжил потому что там а сначала заболевает дочка заболевает дочка тоже у нее что-то рак чего-то ее возили-возили везде возили-возили и в чехии куда только не увазили из-за границы в Венгрию, в Германии, ее лечили, ее вылечили, ее вытянули, вылечили, но она после этого лечения не может иметь детей. Вот в чем вопрос. Именно вот ее дочка, она не может иметь детей. И после этого, когда сделали вердикт, ее вылечили, и она не может иметь детей, у нее заболевает ее сын, это внук получается. Она заболевает этот внук тоже раком. И они его возят везде. Боже, там с такие деньги платятся. То есть там проблемы с деньгами нет. Любую операцию могут оплатить. Но не все решается деньгами. Ребенка спасти можно было всегда, но перестраивать мышление надо. Пойти в веру в Бога. Не бросить, а вот этот бизнес свой перестроить. Понять, что ты делаешь в жизни. А люди земные, они вот как вошли в этот грех. Я уже говорила, что если ты входишь в этот грех, то это вот как дерево такое, это березку, которую можно сломить и отмолить какой-то грех. А когда тебе уже как дуб вошел с такими корневищами, то его выдернуть невозможно. И перестроить мозговую структуру, наше сознание, это вообще нереально. Понимаете, это только через смерть, через переход этот, через другое перевоплощение, тогда ты можешь как-то осознать и отрабатывать свои поступки. Понимаете? А вот настолько грех тебе въедается. Мы как мини-роботы, и очиститься это невозможно. Можно очиститься. В принципе, ничего невозможного нет. Могут его очиститься. Но это очень долго очищаться надо. Понимаете? Вот настолько сознанием надо поглотить себя, очищаться. Можно, но очень сложно. И в итоге этот ребенок заболел, и ему вынесли вердикт, он должен умереть. То есть его выписали с Германии, с последней какой-то шикарной поликлиники, выписали домой умирать. И так как моя подруга, она тоже общалась, а потом как-то не сильно, когда прекратилось с ним общение, но, по-моему, он умер. Что-то она мне говорила, что пришло какое-то через ее тетю, через знакомую, о том, что все-таки этот ребенок умер. Да, да, да. Этот ребенок умер, я вспомнила. Этот ребенок умер. То есть к чему там дальше ситуация, я уже не в курсе. Но то, что остались родители и огромные богатства, и бесплодная дочь, куда это богатство все уйдет, вот люди накопили. Понимаете? Так что надо смотреть, либо вы сохраняете своих детей, своих внуков, и не имеете такого богатства, живете в умеренном состоянии, либо вы имеете таким образом богатство, теряя своих родственников. То есть тут получается смысл такой, что люди с таким состоянием, с таким поведением жизненным, они притягивают к себе души, которым нужно отработать вот этот период времени. То есть этот ребенок пришел им как в наказание и в назидание, но у него есть своя программа. То есть он в прошедшей жизни, в прошлом воплощении, что-то недоработал. И ему надо было прийти именно на 6 лет, на 7 лет, насколько он там пришел, и потом уйти из жизни. То есть они притянули к себе такую душу, с такой кармическим этим самым, что он должен через 6-7 лет уйти. Они просто притянули к себе эту душу своим поведением. Если бы они свое поведение исправили, осознали, осознанно подходили, они к себе притянули бы другую душу, понимаете? Они своим поведением притянули именно такую душу, которая проходила свое воплощение, но тем не менее Бог им сверху показывает. Вот смотрите, самое дорогое, самое родное забирается, даже не дочь, а внуки, а бабушкам и дедушкам. Это что главное и что болезненно? Это внук. Это внук. Это даже не дочь и сын, а внук. Они его любят больше, потому что оно маленькое пришло. И осознание, что это твой ребенок, что это внук, и что это дети, многие люди взрослеют гораздо позже, потому что нарожают 20 лет, и сами еще дети, и тут у них эти дети. Они не осознают, что это их ребенок еще. А с возрастом по ведам вообще говорят, что рождение ребенка после 35, после 40 лет, потому что мы жили очень длительный период времени, и осознание, и взросление происходило именно к этому возрасту. А мужчины, они до сих пор взрослеют к 45 годам, а осознают, что они папы. Они, оказывается, папа стали. В 20 лет родился ребенок, а в 45 он понял, что оказывается он папа. Понимаете? У мужчин гораздо позже. У женщин тоже вот это, вот инстинкт материнства. Поэтому внуков любят больше, чем детей своих. Вот в чем вопрос. И для того, чтобы вот этих бабушек и дедушек привести в соответственно духовное состояние, их бьют по самому больному, по их внукам. Понимаете? Поэтому и притянулась в этот род такая душа. Такая душа им притянулась. Потому что им ударили по детям, они не поняли. Два сына ушли в аварии. Молодыми. В разгаре. Понимаете? С самых сил. Не это самое. Не поняли они. Они не поняли. Значит, бьют по самому дорогому. По внуку. Вот такая жизненная история. Может, кому-то это пойдет как в назидание. Удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok